Неподалеку от мегаполиса, не проехав и сотни километров в направлении Белой Церкви, перед вами неожиданно возникнет роскошный дворцовый парк. Еще каких-нибудь 200-300 лет назад в этих местах шумели чистые дубравы, перемежаясь степными участками. Местные пейзажи покоряли исключительно красотой девственной природы. Подражая ей, замечая особенности ее стиля, человек создал свой шедевр. Парк в английском стиле с бесконечными тенистыми аллеями, каскадами озер, шумом водопадов и поражающими воображением растениями. Одни мощью и величием, другие утонченностью форм и экзотичностью вида. В конце XVIII века эти земли Белоцерковского староства были во владении польского гетьмана Броницкого. Здесь кипела светская жизнь, 20 километров аллеи, расходящихся в разные концы, 400 гектаров парковых просторов, где каждая тропинка и каждая поляна должны были удивлять знатных гостей. Парк, названный в честь жены гетьмана Александрия, и сейчас остается самым большим и величественным дендропарком Украины. Дендропарк Александрия имеет богатую, очень интересную историю. Дата основания парка считается 1788 год. Основательницей, вдохновительницей, вернее, создания этого парка была Александра Броницкая. Большинство парков XIX-XVIII веков создавалось на сложных рельефах, с обязательным присутствием прудов, оврагов, холмистой местности. Александрия как раз из таких парков. Место под его создание было выбрано совершенно случайно. В то время Броницкие за городом строили гостиницу, или, как тогда называли, аустерию. Как-то проводя инспекцию, Александра вышла из кареты и увидела необычную местность, пересеченную тремя глубокими оврагами. Тогда Броницкие изменили свои планы. Аустерию перестроили под летний дворец и заложили парк. Чтобы природная красота здешних мест обрела художественную завершенность, за дело взялся известный французский архитектор паркостроительства Мюфо. Ландшафтными композициями, состоящими большей частью из экзотических растений, занимался садовник. Стараниями Августа Йенца Александрия превратилась в настоящий пейзажный парк. Больше 50 лет он кропотливо подбирал, высаживал растения, а потом ухаживал за ними. Парк стал делом его жизни. Как и многие парки Украины, Александрия была создана на основе естественной дубравы. Дубрава сейчас занимает около 40 гектаров площади, и на ней около 2000 дубов возрастом более 200 лет. Это добраво уникально. В Украине таких старовозрастных и вместе с тем чистых насаждений дуба больше нигде нет. На момент создания Александрии это была самая лесистая часть парка. В тени под кронами вековых великанов создавалась особая атмосфера уюта и покоя. Но ценность этого островка, нетронутой природы, вовсе не умаляет достоинств того, что создано в Александрии человеком. Каждое дерево, каждый кустик на большой поляне, это около ста видов, были высажены заботливыми руками работников парка. Мы с вами находимся в центре парка. Перед нами открывается большая поляна. Она не только самая большая поляна в нашем парке, но и среди всех парков. В площади около 10 гектаров. Гуляя вокруг нее, мы с вами спокойно проходим 2 километра. Укрытая густым травостоем бескрайняя равнина с небольшим уклоном к реке Рось. На ней возвышаются отдельные вековые деревья и их небольшие группы, размещенные настолько удачно, что с любой стороны поляны взору открывается неповторимая красота и величие многочисленных пейзажей. Расти, благоухать зеленеющему и цветущему многообразию видов позволяет обильное водоснабжение. Многочисленные озера – украшения Александрии. Лебединая, холодная, зеркальная, русалочья. Каждое озеро по-своему прекрасно и меняется в зависимости от времени года. В пышной прибрежной растительности скрывается множество ручейков, родников и маленьких водопадов. В парке очень много родников. Она не только прохладная и вкусная, но еще и целебная, потому что содержит очень много радона. К тому же она теплая, с постоянной температурой ее 8-9 градусов, поэтому даже в самые холодные зимы она не замерзает. Многочисленных родников она собирается в ручьи, которые потом со звоном падают с больших или марлых водопадов. Парк в английском стиле невозможно представить без воды. Водные блюдца, протоки, водопады – обязательное условие парка в пейзажном стиле. 10 тысяч квадратных метров Александрии, покрытые озерами и прудами, еще столько же занимает русло Росси. Это единая инженерная система, включая водопады и фонтаны. Наблюдая задумчивую гладь озера, мы даже не подозреваем, что это не стоячая вода. На самом деле жидкие зеркала движутся. Каскадом перетекают из озера в озеро и впадают в реку. И вот если мы посмотрим с вами на парк с высоты птичьего полета, мы увидим, что он имеет форму трапеции, пересеченную тремя глубокими ярами. И во время закладки парка эти яры были перегорожены балками, создавая, таким образом создался как бы каскад прудов. Парк Александрия создавался с минимальным вмешательством природный ландшафт. Каких-то масштабных земляных работ здесь не проводили. Самые крупные были направлены на создание прудов в огромных ярах, в тех, что пересекали долину. Выбирали участки с большим перепадом по высоте и строили дамбы. Так создавались чаши, которые за счет ключей быстро наполнялись и со временем превращались в озера. Расположенные на разных высотах, они соединялись между собой небольшими водопадами или малыми архитектурными формами, такими как китайский мостик. В 17-18 век Европа открывает для себя Китай, с его культурой, с его традициями чаепития. И поэтому в каждом парке того времени мы находим элемент какой-то китайской культуры. Есть он и в нашем парке. Перед вами китайский мостик. Во времена Браницких верхняя часть была полностью деревянная. К сожалению, во время войны он был почти полностью разрушен, осталось тонко каменный фундамент. И было восстановлено в 60-е годы 20-го столетия. Теперь это легкая ажурная беседка с изогнутой крышей, созданная в духе архитектуры Юго-Восточной Азии. Перед мостиком посетители встречают прекрасная китаянка и загадочный мудрец, навевая романтические настроения под аккомпанемент шурчащих струй. Лебеди и дикие утки, скользящие по водной глади, создают особую атмосферу покоя и уюта. Как и 200 лет назад здесь скипит жизнь, поскольку не иссякает ее источник. Многочисленные пруды, ручейки, водопадики напитывают эти земли, поощряя видовое разнообразие местных и экзотических растений. Закладывая парк, хозяйка резиденции Броницких, не пренебрегая советами ландшафтных архитекторов, сама подбирала растения и выписывала их из-за границы. К своему старшему сыну она пишет, ты будешь в гостях у гравини Редзивилл, привези, пожалуйста, от нее кусочек каприфоль, уж очень она мне нравится. Поэтому очень много парков и растений, именно экзотических растений, не свойственных этой зоне, нашей зоне правобережного леса всей степи Украины, пришло именно с тех времен, еще осталось со времен Броницких. Чтобы придать парку изысканности и неповторимости, только аборигенных видов было недостаточно. Местная флора не отличалась богатством. Здешние климатические условия оказались подходящими для североамериканских и дальневосточных видов. Посетители парка до сих пор любуются цветением старейшего в Украине тюльпанового дерева. Из четырех с половиной тысяч растений парка три тысячи древесные и в основном переселенцы. Среди первых экзотов были высажены тополя. Современники Александры Васильевны писали, что Александра не только создала тут красивый парк, но и первая познакомила жителей с канадскими и пирамидальными тополями. К сожалению, век тополь недолг. В среднем они живут 70-80 лет, но за свой короткий срок они успевают достичь таких огромных размеров. 70-летний тополь Сиреющий впечатляет своими размерами. Он был в числе основных посадок 50-х годов прошлого столетия, когда парк восстанавливали после войны. Из тополей, посаженных при Броницких, сохранился только один из вида аборигенов – осокорь. Подобные тополя отличаются долголетием, доживают до 170 лет. Этому экземпляру полторы сотни лет. Гигантских размеров в обхвате больше 7 метров и высотой с 10-этажный дом. Тополь Сиреющий признают самым большим деревом парка и одновременно редким здесь аборигеном. Большинство обитателей парка – чужеземцы. Даже сосна обыкновенная на момент создания Александрии была экзотом. На отдельные экземпляры садовники возложили миссию семейной реликвии. Букетные посадки, когда несколько деревьев укореняют в одном гнезде, выглядят эффектно. По такому принципу была высажена группа дубов у танцевального павильона. Со временем стволы деревьев в нижней части срослись, вверху, увлекаясь за разрастающимися кронами, словно застыли в вечном вальсе. Так воплотили образ танцующих деревьев в унисон вальсирующим парочкам. Хозяином полян и танцующих дубов по праву называют двухсотлетнего великана, который немало повидал на своем веку. Изображение этого дерева мы видим на рисунке Бильберта Рихтера 1828 года. Поэтому мы точно можем сказать, что мы 200 с небольшим лет. О скоротечности жизни здесь напоминают и руины античного замка. Этот обязательный элемент парка в английском стиле в Александрии построили специально. Сквозь стены и потолки руин проросли сильные и мощные деревья, подчеркивая возраст этого замка. Насколько он старый. Это одно из самых оригинальных архитектурных сооружений Александрии. Со стороны лазневого пруда оно выглядит, как древний замок без крыши, под которым с обратной стороны просматривается еще и нижний ярус. Он исполняет роль подпорной стенки плотины лазневого пруда, воды которого шумным водопадом сбегают вниз. Это композиция для создания настроения. Если время так беспощадно с камнем, что есть перед временем человек, что конкретно ты собой представляешь, будут тебя вспомнить и что о тебе будет помнить. Вот с такой целью создавались подобные композиции. С балкона второго этажа руин наблюдается живописная картина пруда, окруженного пышной околоводной растительностью. И только птичьи гуманы и суета водоплавающих, в надежде получить лакомый кусочек, нарушают умиротворенную тишину. Со смотровой площадки на север открывается не менее привлекательный вид на реку Рось. Водная гладь, укрытая огромными сердцевидными листьями, кувшинки с росыпьё белоснежных цветов. Тростниковые заросли с яркими вкраплениями ириса болотного волнуются под дуновением ветра. Как настоящее художественное полотно, эти природные пейзажи можно рассматривать бесконечно, замечая всё новые и новые детали, открывая новые ракурсы. Путешествуйте вместе с нами. Познавайте неизведанную Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова